Я у вас в области масс приятен. Добрый день, дорогие друзья. У сегодняшней пресс-конференции было заявлено два вопроса. Значит, первый вопрос это незаконно, абсолютно незаконно возбужденное уголовное дело в Российской Федерации против меня. И второе, мое общение, мое обращение гражданам Молдовы на тему того, буду ли я участвовать в президентских выборах в этом году. Итак, обо всем по порядку. На прошлой неделе следственный департамент МВД России обратился в Тверской районный суд и попросили заочно меня арестовать сроком на два месяца. Мотивируя это тем, что я могу повлиять на ход следствия, что я неоднократно не отвечал на их повестки, хотя это как бы чушь и враньё. Вы знаете о том, что против меня будет сфабриковано уголовное дело, я говорил ещё об этом летом 2019 года, сразу после того, как я вернулся в Молдову. Я прожил в России, а именно в городе Москве практически всю свою взрослую жизнь, так это назовём. Поэтому у меня всё равно и в городе Москве, и в России больше, слава Богу, друзей, чем врагов. Поэтому любые попытки, любые разговоры, которые начинались на тему того, что мне нужно сначала засунуть в дело Захарченко, которое у них провалилось. Если помните, все телеканалы, ещё Плохотнюка был дома, об этом говорили. Также это использовали в предвыборную кампанию на местных выборах. Значит, любые попытки, я о них узнавал намного раньше, чем они начинали реализовывать свой грязный, коварный план. Безусловно, у всего этого есть история, история того, каким образом сегодня кто-то решил сломать меня как человека, сломать меня как политика, для того, чтобы небезызвестный всем Молдове, и уже, к сожалению, за её пределами, Игорь Дадон. С 2014 года, как я заявил о том, что готов участвовать в политической жизни Молдавии, меня начали преследовать, причём преследовать не только меня, но и многих наших коллег, многих наших сторонников. Я хочу вам напомнить о том, что ещё осенью 2014 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, мне Виорел Морарь впаял первое уголовное дело по контрабанде, ну это под его руководством. Потом они с Кавкалюком сфабриковали дело, что мы с Суповичем хотели убить Кавкалюка, и так далее, и так далее. И закончилось это всё в 2016 году, когда в очередной раз использовали против меня Горбунцова и всю эту нелепую историю, которая с ним произошла. Каждый раз у нас в Молдавии, как на горизонте появляются какие-то выборы, причём неважно, парламентские, местные, президентские, каждый раз у нас проблемы. В 2014 году партию Патрио, список которого возглавлял, снимает с выборов. В 2015 я возвращаюсь в мае месяце в Молдову. Мы уверенно побеждаем на местных выборах и выигрываем больше всего городов в стране. Получаю дело за организацию госпереворота и прочий бред, который там Плохотнюк придумывал. Вы знаете, что были десятки уголовных дел. В 2016 году меняют возраст президента под Дадона и догоняют меня уголовным делом о покушении на Горбунцова, для того, чтобы я был вынужден покинуть страну. Покинуть не из-за того, что меня решили в очередной раз чём-то обвинить, а покинуть из-за того, потому что и в прямом, и в переносном смысле готовилась просто моя ликвидация. После того, как в 2018 году у меня прошли дома обыски в Москве, о которых я говорил, произошли некоторые события до этих обысков и после, которые очень не понравились. Некоторым негодяям, по-другому их не могу назвать, потому что, когда мне ставят какие-то условия, что нужно покинуть партию по состоянию здоровья, когда мне говорят, что нужно будет провести потом новый съезд новому руководству, чтобы слиться с партией социалистов, потому что у них были проблемы с одномандатниками и так далее, значит, мой ответ всему этому был нет. На тему того, что происходило в Москве, какие люди, какие у них звания, должности и так далее, мы поговорим в другой раз. Сегодня меня уже обвиняют в соучастии в ландромате. На прошлой неделе Тверской районный суд меня арестовал. Вы знаете, я никогда не следил в Москве, в России за судьями, ну так, за какими-то, скажем так, скандальными процессами я, естественно, наблюдал. Ну вот судей знакомых у меня там, хорошо это или плохо, никогда не было. Но вот фамилию одного судей я знал, потому что все самые нелепые ситуации, в которые попадали те или иные граждане в России, начиная политиками, спортсменами, бизнесменами, актерами, они были связаны только с фамилией одного судей. Значит, этого судью зовут Алексей Криворучко. Для тех, кто журналистов, и вообще для тех, кто нас смотрит в первом эфире, я могу порекомендовать, погуглить эту фамилию, вы прочитаете очень много интересного. Этот молодой человек, 42 года, значит, как судья, участвовал почти в 700 процессах судебных. Все были осуждены ни одного оправдательного приговора за всю историю. И неважно, это футболисты, это Магницкий или это актер Павел Устинов, когда многие представители культуры, многие представители СМИ выходили год назад на протесты в поддержку этого молодого человека, которого Криворучко отправил на 3,5 года в тюрьму, за то, что он якобы там на протесте вывих кому-то плечо. Значит, я не буду вам пересказывать всю биографию господина Криворучко, вы прочитайте это в интернете, о том, что он сегодня невезной в Соединенные Штаты Америки, невезной в Великобританию, в другие страны мира. Вижу, там пишут о том, что его также обвинили к причастности к смерти Магницкого и так далее. Все это его автобиографию вы прочитаете. Но то, что это дежурный судья, заказник абсолютно по всем процессам, значит, об этом сегодня в России знают даже школьники старших классов. Я очень ждал, с какими материалами придут в суд представители Следственного департамента России, потому что я знал о том, что ищут свидетелей, преимущественно их ищут по тюрьмам. Преимущественно отдавали и отдают предпочтения людям, которые были осуждены за те или иные преступления, либо находятся под арестом и ждут вердикт суда. Значит, и, вы знаете, я видел сфабрикованные дела при Плохотнике. Я опубликовал пару месяцев назад материалы, копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, где на 50 страницах в трех абзацах написано, что Ренат Усатый представлял интересы каких-то компаний, даже не указано было каких, и был посредником между банком, между этими бизнесменами банком Балтика в России, по выводу средств из России. Я никогда в жизни не был в банке Балтика. Я никогда не общался ни с кем из менеджеров этого банка. Один раз с его руководством я говорил лет 10 назад, когда мне нужна была информация по выводу и хищениям денег из Универсалбанка Горбутцова, потому что все эти банки, чтобы вы понимали, часть из них, которые фигурируют в Ландермате, это банки, которыми владел небезызвестный уже для вас товарищ Горбунцов. Все люди, которые здесь фигурируют, это его бывшие сотрудники, заместители и так далее. То, что я первый в 2011 году сказал, что через Молдову отмывают 10-20 миллионов долларов в сутки, и тогда меня во лжи обвинило НЦБК, Национальный банк, и все говорили, «Дуам не фереште, такое не могло быть». К сожалению, все это позже появилось. В общем, что я нашел в этих 220 страницах этого дела, я это все опубликую на своей странице ru1.md. Я ничего не нашел нового, кроме того, что было опубликовано ранее, кроме показания четырех свидетелей, которые говорят о том, что Ренат Усатый на самом деле был одним из участников организации Ландермат. Коротко скажу об этих свидетелях, их автобиографию можете прочитать в интернете, они есть все. Значит, двое из них – бывшие заместители Горбунцова. Один – это известный мошенник не только в России, а на всем постсоветском пространстве Петр Чувилин. Человек, который сидел за все, что угодно, и является дежурным свидетелем, неважно, когда нужно, что-нибудь в ФСБ, в МВД или в других ведомствах. Второй – это такой же мошенник Владимир Антонов, также бывший партнер Горбунцова. Значит, третий – это банкир по фамилии Григорьев, которого впервые, чью фамилию впервые произнес я еще пять лет назад, когда я говорил, что Ландромат не закончился, а он продолжается через Унибанк, банка Сучала. Человек, который также уже был осужден, находится в тюрьме и проходит обвиняемым по массе уголовных дел. Четвертый человек, который пишет про то, что я участник и организатор Ландромата, небезызвестный человек, человека, с которого меня молдавские СМИ при Плохотнике постоянно связывали и говорили о том, что он меня финансирует, это небезызвестный в Молдавии Григорий Иванович Кармалак. Кто-то его знает по фамилии, кто-то его называет болгаром. Значит, все эти люди в своих показаниях пишут следующее, что 10 лет назад Вячеслав Платон в одном из ресторанов им рассказал о том, что я его партнер. Второму из них Платон рассказал в гостинице 8 лет назад. Третий из них пишет, что в 2011-2012 году, внимательно, нашей партии нужно было большинство в парламенте, поэтому Платон решил финансировать меня и нашу партию из Ландромата. Хочу напомнить, что в 2014 году я только заявил вообще о том, что иду в политику. Оказывается, в 2011-2012 я уже претендовал на большинство. То есть, еще раз повторюсь, значит, из этих товарищей, которые я упомянул, трое сидят в тюрьме за различные правонарушения. Я неоднократно говорил о том, что помимо этих фамилий, которые я назвал, есть еще один мошенник из Кишинева, который находится под следствием, там, великий молдавский альфонс Дмитрий Бас, который сидит за мошенничество тоже в Москве, который обзванивает девушек по Инстаграму, ему там дали телефон в тюрьме с диктофона, и он обзванивает людей с девушек, женщин. Говорит, дорогая, мы когда ездили в Монако на шоппинг 5-6 лет назад, мы обналичили деньги через Ландромат Усатова. Ты не помнишь, мы ему платили 2 или 3 процента. Такие же провокации готовят вором в законе по фамилии Таркунов, кличка Турак, который также сидит в российской тюрьме, он уроженец республики Молдова. Я его помню по разработкам еще там 7-8 лет назад, которого тоже просят, но этого уже просят не по Ландромату, а просят дать показания, что я возглавляю весь наркотрафик в Молдавии и так далее. Вы знаете, мне очень стыдно, что я об этом сегодня говорю. Вы знаете о том, что я с детства являюсь гражданином двух стран, и гражданином России, и гражданином Молдовы. Гражданство России я приобрел после распада Советского Союза, и будучи несовершеннолетним, находясь там, то есть я попал под законодательство, что как бы смог получить российский паспорт. У меня в Москве живут друзья, приятели, знакомые. Я там работал. Это город, в котором я реализовал себя. Город, который мне помог, город и страна, которые не только помогли мне укрепиться, встать на ноги, создать бизнес, но это город и страна, благодаря которым я всегда в Молдавии мог помогать людям, и когда я жил в Москве, после своего возвращения в Молдову. Когда сегодня из-за Додона и трех алкоголиков из ФСБ, имена и фамилии, которые я направлю в Управление собственной безопасности, отправлю руководство Российской Федерации, потому что, чтобы с ними приняли какие-то меры, во-первых, их нужно проверить на шизофрению. Из этих троих как минимум двух. И поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что этих людей я, к своему большому сожалению, знаю очень много лет. Это те же самые люди, которые пытались после обыска в 2018 году у меня дома рассказать мне о том, что я должен подписать расписку, что я не буду критиковать Додона, что я буду поддерживать социалистов, что я отдам партию. Представляете, да, отдай партию. Что значит отдай партию? Идите создавайте, работайте, бездельники. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, у меня на сегодняшний день нет претензий к стране, но у меня есть претензии к конкретным силовикам, которые негодяи просто сделали из меня витрину на всю Россию, на весь земной шар. Да, в Молдавии даже дети смеются над 16 миллиардами долларами и над всем другим, в чем меня обвиняют. Но в России они сегодня, людей, которые со мной не знакомы, неважно, это жители Москвы, Подмосковья или Тверской области, или Хабаровска, они должны смотреть на российских телеканалах весь этот бред, написанный под диктовку этими идиотами. Этот молодой паренек, капитан, который за руку привел к этому следователю Абраменкову, начиная кармалаком, заканчивая остальными, и этот же паренек, который продолжает работать по тюрьмам, вымогая, выбивая какие-то доказательства против меня, точно ответит за это по закону. Вместе с еще двумя своими прямыми руководителями. И поверьте, я знаю, о чем говорят. Пройдут, могут пройти недели, могут пройти месяцы, годы, но вы ответите по закону абсолютно за все это. Вы знаете, для того, чтобы в этой ситуации разобраться, я, во-первых, готов все эти материалы передать, я их, во-первых, передам в Молдавскую прокуратуру. Часть из них я уже передал сегодня. Несколько недель назад я обратился в Генеральную прокуратуру, к Генеральному прокурору Стояногла, с двумя вопросами. Есть ли у меня какой-то статус в молдавском уголовном деле по ландрамату, если нет, чтобы меня допросили в качестве свидетеля. Мне есть что сказать и что принести. Значит, часть материалов я уже сегодня поработал несколько часов с прокурорами, где начался мой допрос. Я материалы передал, я передал им. Я готов передать сегодня эти материалы любой правозащитной организации, любым политическим, общественным деятелям, чтобы все прочитали вот этот бред, в котором сегодня меня обвиняют. Понимаете, как можно... Я думал, они хоть что-то нафотошопят, что-то нарисуют. Нет, они просто берут несколько преступников, так же, как это делал Плохотнюк в тюрьмах. Кому-то предлагают камеру получше, кому-то предлагают досрочное освобождение, для того, чтобы меня впаять просто в это уголовное дело. Когда я слушаю сегодня Додона, еще некоторых умников, которые меня критикуют, рассказывают про уголовные дела. Товарищ Додон и его прихлебники. Сколько раз за 2014 года, за 6 лет, до отъезда Плохотнюка из страны, вы произнесли его фамилию. Сколько раз, Додон, ты как президент, как просто депутат в свое время, неважно, купленный, проданный, перепроданный, арендованный, сколько раз ты, Додон, говорил про ландромат. Сколько раз, Додон, ты выходил на пресс-конференцию с материалами, доказательствами того, как крали миллиард долларов, кто участвовал в ландромате, кто участвовал в контрабанде и так далее. Все это делали мы, делал это я и мои коллеги, из-за этого мы больше всего страдали. Безусловно, сегодня я буду бороться для того, чтобы доказать свою невиновность. И одна из главных задач Додона, это, как и Плохотнюк в свое время, придумывать мне дополнительную работу. Побольше уголовных дел, это постоянные допросы, работа с адвокатами, потом какие-то процессы начинаются в Интерполе. Я доказал свою невиновность в Интерполе, когда за мной настоящую охоту устроил по всему миру Плохотнюк. Я обратился в Интерпол еще несколько недель назад на тему того, что на этот раз по заказу Додона еще нескольких негодяй в спецслужб будут преследовать меня уже со стороны России. Я получил ответ письменный от Интерпола. Я не могу его публиковать, потому что на нем написано конфиденциально только для официального использования. Я не буду публиковать это письмо, но могу вам сказать точно, что я свободно могу, несмотря на международный розыск, заочный арест, я свободно могу передвигаться по всем цивилизованным, летать во все цивилизованные страны мира без проблем. Почему Интерпол тогда год, думал, а сейчас ответили на следующий день? Я вам отвечу. Потому что Главное бюро Интерпола в Леоне сделало запросы, касаемо Рената Усатова, во многие страны мира, в те страны мира, которые я посещал, либо где я осуществлял ту или иную деятельность. Все страны, такие как Великобритания, Российская Федерация, Румыния и многие другие, высказались тогда, подчеркиваю, в том числе и Россию, что Усатый никогда не участвовал ни в каких ОПГ. Усатый всегда сотрудничал с правоохранителями органами России и других стран для разоблачения организованных преступных группировок, для выявления преступных схем и способствовал задержанию разных преступников в разных странах мира. То есть, такой документ отправило Национальное бюро Интерпола России в 2018 году в Леон со ссылкой на генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и так далее. Сегодня меня решили сделать уже преступником. Причем, даже не смогли это качественно сделать. Во всем этом негодяям в Москве этой тройке помогают еще некоторые люди. Значит, этим непосредственно занимаются последние восемь месяцев Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора, официальный партнер по бизнесу брата Додона. Хотя вы понимаете, что он до юра партнер брата Додона, на самом деле он партнер Додона. Значит, этим занимается Игорь Чайка. Здесь помогают им такие люди, как Гуменюк, заместитель директора СИБА. О нем и о том, как им помогает более детально, чтобы не задерживать ваше внимание, сегодня пригласили на программу «Политика» вечером у Натальи Мораль. Об этом поговорим там вечером. Ему помогает, им помогает Павел Войку, где я подготовлю обращение в генеральную прокуратуру, потому что я читаю материалы, еще раз, российского уголовного дела. И в них я вижу рапорт начальника управления собственной безопасности ФСБ России, который пишет в МВД, что 5 июня Ренат Усатый на автомобиле марки Роллс-Ройс, копия этих паспорта, копия моего служебного паспорта, копия паспорта моего коллеги Эдуарда Плешки, моего водителя. Значит, это все отправляется в Москву сразу после того, как я пересекаю таможенный пункт пропуска в Амоскулень. Значит, это все попадает в Москву. На основании чего, товарищ Войку, вы это делаете сегодня? Потому что дальше в рапорте пишут, так как Усатый уехал в Баден-Баден, предлагаем срочно подать его в розы, задержать и так далее. То есть, то, что под любым предлогом пытались, я думаю, буду пытаться организовать там мое похищение, незаконное задержание в какой-нибудь непонятной стране. Значит, я об этом всем говорил много раз. Вопрос. Такие документы можно отправлять через Международное управление Генпрокуратуры об оказании правовой юридической помощи. Но не чтобы Паша Войку и всякие там гуменикеты отправляли по WhatsApp, вот смотрите, Усатый выехал, давайте, может быть, тресните его по территории Венгрии, когда он там проходит транзитом. А что, вы с Венгрией о чем-то договорились? Так расскажите нам, чтобы мы тоже знали. За это те сотрудники, которые, помимо Войку, участвовали в передаче информации о моем местонахождении и копии моего служебного паспорта и людей, которые вместе со мной находили в автомобиле, они за это должны ответить по закону. Это уголовно наказуемо. Если за, скажем так, за неофициальное, за то, что они эту информацию подняли не в рамках какого-то уголовного дела, а передача это в другую страну для того, чтобы меня там задержали, там похитили и так далее, молодец, Дома Войку. Вечером мы поговорим так же и о том, какие команды сейчас выполняют Войку, Гуменюк, Мамалига, Испия и так далее. Вы знаете, еще раз, все могут почитать эти материалы, весь этот бред. Значит, в этих материалах нет ни одной платежки, в этих материалах нет ничего, кроме того, что эти уголовники говорят, что им Платон что-то рассказал 8-10 лет назад в ресторане. я на очередном допросе в прокуратуре попрошу, чтобы туда пригласили Платона. Пусть Платон расскажет, какие у него и когда были со мной дела, кому он там что рассказывал и рассказывал ли он вообще в ресторанах, гостиницах и так далее о партнерстве со мной в те годы, когда я с ним даже не был знаком. Я понимаю, что тут некоторые люди, не некоторые люди, а все эти люди, которые дали показания, они где-то заложники ситуации, как и сам Платон. Вы видели Платона, спросили, какое отношение имеет там усатый к ландромату, вы что можете? Он говорит, я ничего не могу сказать, я боюсь, у меня в Москве сидит сестра. Да, его родная сестра сидит в Москве, заложник, у него тоже просят на меня показания. Пока, по крайней мере, вроде бы не договорились, как и у многих других. Все эти люди, которые сидят в тюрьме, понятно, зачем они это делают. Григорий Иванович Кармалак меня удивил, пишет, что он всю жизнь занимался сельским хозяйством, у Платона начал покупать электроэнергию, и после этого Платон ему рассказал, что я, участники организатора ландромата, что пригласили Платона, боится выступить перед СМИ, пусть придет и своей ручкой напишет прокуратуре, какое я имел отношение ко всему этому. Додон в конвульсиях пытается сегодня любыми путями остаться у власти. Додон является сегодня не просто символом коррупции. Додон является последним внебрачным ребенком партии коммунистов, потому что вся та коррупция, все эти схемы, которые начались когда-то при Воронине, это потом довели до совершенства его дети. И не важно, какая у них фамилия, Плохотнюк, Додон, Гречаны или другие. Сегодня этот человек для того, чтобы поездить еще месяц с мигалкой по стране, он готов будет объявить чрезвычайное положение еще на год. Лишь бы еще два раза съездить в село родное Своесадово, чтобы жители села увидели, как Додон ездит с мигалкой, как он катается на квадроцикле полутрезвый и с сопровождением полиции и охраны спереди и сзади. Очень много людей задавали мне и задают вопрос касаемо моего участия в президентских выборах. Меня об этом спрашивали многие журналисты. Я обещал всем вам, что я всегда буду говорить так, как оно есть, а не так, как это кому-то бы хотелось. Поэтому сегодня выходить перед вами, так как это уже сделали некоторые политики, которые объявили о своем участии, и так как это сделают те, которые объявят об этом в ближайшее время, что решением национального совета, решением республиканского совета единогласно был выдвинут в президенты такой-то или такая-то. Что это такое? Удивили, как будто национальный совет или республиканский совет мог как-то проголосовать по-другому. Нет. Мы по этому пути не пойдем. Я всегда честно отвечал на этот вопрос и говорил, что если меня поддержат десятки тысяч людей, поддержат мою идею или правильно буду сказать даже инициативу нашей партии выдвинуть меня в президенты, тогда я буду в этих выборах не просто участвовать, а буду участвовать в этих выборах, чтобы побеждать. И для этого у нас сегодня есть все предпосылки. Я не могу собирать сегодня площади в родном городе Бельце, которым я управляю, Кишиневе и других городах и селах страны из-за того, что сегодня Молдова, к сожалению, как и все страны земного шара, борются с коронавирусом. Правда, в других странах идет реальная борьба, у нас больше идет имитация. Поэтому мы на первом месте. К сожалению, находимся в списке европейских стран с нашими показателями. Но в то же самое время все больше людей пишут в комментариях, пишут мне в личку, и речь идет о тысячах комментариев, многие, которые вы видели в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Ютубе. Многие пишут мне в личку. Так как нельзя спросить людей на площади, так как я это делал в Бельцах. Что мне делать дальше? Кто поддерживает инициативу? Или если вы в это уходите, включите там фонари своих телефонов. Нет возможности этого организовать, поэтому вчера я встречался с нашими коллегами со всей страны, и мы приняли следующее решение. Значит, с сегодняшнего дня по 27 августа, до того дня, пока мы будем вместе с вами праздновать День Независимости. Я хочу обратиться ко всем гражданам, в первую очередь к бельчанам, а также ко всем гражданам нашей страны, чтобы они высказались на тему того, выдвигаться мне в президенты или нет. Сегодня уже про меня известно даже то, чего я сам о себе не знал, и никогда мне бы это не могло присниться даже в страшном сне, это то, что я арестован, заочно на два месяца и так далее. Вы видели, как нас уничтожали все эти годы, как нас рвали на части, и как нам препятствовали всегда и пытались уничтожить не только политически, но и меня и некоторых коллег физически. Сегодня я хочу попросить всех граждан страны, бельчанам, простым людям, врачам, учителям, однопартийцам и оппонентам из других партий, членам других партий. Я хочу услышать мнение диаспоры и те, которые работают в России, которые работают в странах Евросоюза, чтобы каждый из вас в коротком видео на 15, 20, 30 секунд до одной минуты, чтобы вы высказались, стоит ли мне выдвигаться в президенты для того, чтобы мы с вами победили, либо не стоит. Я должен продолжить свою работу в муниципе Балц, и у вас есть какое-то другое свое мнение. Фак в муниципе в муниципе в муниципе Продолжение следует... 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 Я неоднократно говорил, что мои начальники это все граждане Республики Молдова. Они имеют меня право критиковать, спрашивать меня. И если я в чем-то был неправ или сделал что-то неправильное, я перед людьми всегда готов извиниться. И никогда не стеснялся и не постесняюсь этого сделать. Меня не волнует, что думают про меня те, кто поддерживают кого-то из Москвы, из Брусселя или из Вашингтона. Меня интересует, какая поддержка у меня есть от всех граждан Республики Молдова. Все говорят про то, что «Ософиум пришидинти Петру Тосче Татьяне», «Войфи пришидинти Апупорлы». И все потом на 4 года забывают о своих обещаниях. Из всех своих предвыборных обещаний Дадон, которого мы поддержали во втором туре, и благодаря нам он стал президентом, и из-за этого я потом вынужден был извиняться перед всеми гражданами страны. Мы ему помогли, сделали для него добро. Он же ответил очень мерзко на это добро. И мне, и моим коллегам, и самое страшное, всем гражданам Республики Молдова. Поэтому, дорогие соотечественники, дорогие друзья, я буду продолжать свою борьбу, я буду продолжать делать все то, что я делал все эти годы. Мне не важно, как будет, как называлось, как называется сегодня, или какая у меня будет должность через какое-то время. Мне, для меня самое важное, чтобы какую я буду занимать должность в нашей стране, решали именно вы. Потому что, еще раз повторюсь, вы являетесь моими прямыми начальниками. И потом, 27 августа, если десятки тысяч людей выскажутся в поддержку, тогда я вам предоставлю и полный список гарантий, которые вы будете иметь. И гарантии не только на словах, а кое-что даже у вас получится подержать в руках, для того, чтобы иметь возможность и контролировать, и спрашивать с меня, если это произойдет. Хотя я уверен, что я перед вами никогда краснеть не буду. Сегодня, когда вся система и власть работает на шкурные интересы только одного человека, у нас с вами есть один единственный выход, это только объединиться. Я с 2014 года вместе с своими коллегами боролся против коррупции. Я выявлял все эти схемы и много раз выходил с материалами. То есть я делал то, что должен был делать президент страны, премьер-министр, министр внутренних дел или генеральный прокурор. Они от вас это все скрывали, я до вас эту всю правду доводил. И сегодня, если я претендую на строителя новой системы, поверьте мне, что у меня это получится. Я горжусь тем, что мэрия Бельц и под моим руководством, и под руководством моих коллег до моего отъезда из Молдавии, во время моего отсутствия, и сейчас четвертый год является самой транспарентной мэрией в стране. А если довести до ума наше законодательство, поверьте мне, было бы сделано, конечно, намного больше. Если кому-то нужна наша победа, почему я говорю наша победа? Еще раз, дорогие друзья, мне не нужна моя победа. Меня может устроить только наша победа, чтобы это была гарантией уничтожения всей этой воровской коррупционной системы. Сегодня нам есть над чем работать, и выводы, и выбор должен быть за вами. Еще раз повторяю, в течение месяца я жду ваши видео во всех социальных сетях, можете публиковать на своей странице, где хотите вы или нет, чтобы я выдвинулся в президенты. Если ваше решение будет да, то мы пойдем побеждать. Поэтому я вас всех хочу поблагодарить. Врау с вами молчу, спитов, дин сувлет. Я мам страдует, чтобы ответить на все вопросы, которые у меня были на унии репрезентанты масс-медии, и сын, и дидосар. Если будут вопросы, я буду ответить на все вопросы. Я не могу, сегодня, не могу, не помочь. Я не могу, сегодня, не могу, если никто не обманет, когда я говорю в Федерации Русской, пока в 2018, и я был там, и кто-то сказал, что они были контролы, и многие другие. А теперь, сегодня, в доме, вовремя и спридженов, Демпартия Чета-Тенлор, Сунсигурка Нимин-Нува-Ревше, Нимаруй-Нува-Ревше-Софак. Есть очень важный момент, забыл его сказать. Для того, чтобы довести правду, для того, чтобы нас услышало Министерство иностранных дел Российской Федерации, Генпрокуратура Российской Федерации, Администрация Президента, мои коллеги вчера предложили начать акции протеста перед Российским посольством в Республике Молдова. Еще раз повторяю, потому что сейчас будут вырезать всякие розовые СМИ, что вот усатый проводит протесты, как унионисты или еще кто-то. Нет, мы пойдем к Российскому посольству не потому, что мы высказываем сегодня претензии стране. Мы этими акциями хотим потребовать объективного разбирательства во всем этом бреде, который сфабриковали против меня. Посол, я знаю, как работает посольство. Посол будет писать телеграмму в Министерство иностранных дел, спецслужбы своему руководству. Эту информацию не получится скрывать от администрации президента и заявляя со всей ответственностью. Не вот этот бред. Этот я отнесу в прокуратуру сам. Часть отдал, часть дооформим, передам на этой неделе. Если есть фактура, так давайте фактуру, а не весь этот бред. Я понимаю, что ее нет и быть не может. Если бы была на самом деле какая-то фактура, поверьте мне, я готов не то, что они пишут, усатому грозит срок до 10 лет. Я готов даже, естественно, два пожизненных. Покажите это все людям, а не вот этот бред, который вы там при помощи трех алкоголиков в спецслужбе, из которых двое шизофреники, в прямом смысле слова. И любой доктор это подтвердит, независимый, значит, потому что они так решили. Я всегда готов ответить за то, что я делал. Но перестаньте придумывать и обвинять меня в том, чего я точно никогда не делал. Вы от кого научились? От Плохотнюка? Да, Плохотнюк остался бы еще на пару лет в стране, я обогнал бы даже Чикатило уже по количеству жертв, наверное, понимаете? Только из-за того, что Плохотнюка нет, сегодня мы имеем то, что имеем. Еще раз всем огромное спасибо. Вечером очень много будет новой интересной информации с документами в программе «Политика» у Натальи Мораль. Еще раз всем огромное спасибо. Все у нас получится, мы обязательно победим. Вы знаете мой жизненный дивиз, сила в праве. Я вас люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok